Доброго времени суток, дамы и господа! Сезон идёт полным ходом, люди открывают великое хранилище, ходят в рассвет бесконечности подземелья, которое поделено на две части, и пролутывают различные вещицы, на которых имеются дополнительные атрибуты по типу дух, удар времени, гротца демонов. В этом видео подробно разберём эффекты, глянем, сколько они дают дэмэджа, и посмотрим, на каких вещах вообще они могут быть. Поехали! Первый эффект, который мы рассмотрим, это будет удар времени. Он имеется на одноручном боевом клинке, на огнестрельном, на одноручном кинжале, а также на двуручном древковом, с ловкостью. Удар времени с порядностью 10% даёт срабатывание другого эффекта, то есть срабатывает некая многократная атака, которая была в дреноре. Нынче многократной атаки никакой абсолютно нет. Такого стата просто не существует. Сколько же делает урона этот эффект? Давайте откроем логи. Рассмотрим бой с Вулкоросом и Пахальным. Бой шёл 4 минуты 20 секунд. В секундах это получается 260. Есть у нас гильдии в статике, разбойник с никнемом злобность, и у него имеется два кинжалика, таких 483, у которых присутствует удар времени. Эти кинжалы сделали от своего эффекта 1 миллион урона. При суммарно 56 нанесённых с половиной миллионах урона. 482-й это левел у разбойника. То есть 2% от двух кинжаликов в виде дополнительного эффекта. В целом-то неплохо. Это, как я понимаю, количество проков. 689 проков. Да? Следующий атрибут, который рассмотрим, это гроза демонов. Гроза демонов имеется только на Кровавом Вою. В целом-то сам по себе двуручный топор красивый, но у меня теперь другой, легендарный. Гроза демонов вешает тикающий дот на демонов, которых мы бьём. В игре на текущий момент не так много демонов. По-моему, только в КЧЛ, то есть в Крепости Черной Ладьи, суммарно этот дот за всё подземелье наносит около миллиона урона. А это где-то полпроцента урона. Я найду, думаю, скрин по записям своих трансляций и вставлю его в видосик. Вы в этом удостоверитесь. Такой просто тикающий дот, тикающее кровотечение против демонов. То есть вроде бы приятно, а вроде особо много демоджа оно и не делает. Топорик надамагал вот этой своей мощью демонов, грозой демонов. Кровопускание Воеводы. 0.3%, 1 миллион. Туфли из прочной ледяной ткани. Тканевые ступни, которые имеют дух. Дух, который был раньше, который имеется в классике, например, который просто-напросто повышает манореген. И здесь он работает точно так же. Кельзарам, высший клинок льва. Если посмотреть на модельку, думаю, многие поймут, на что похож этот меч. Правильно, на Кельделар. Его уникальный атрибут Кельзарама, руна проклятия плетя. Действует в целом так же, как и гроза демонов. Только руна проклятия плетя работает против нежити. И, похоже, так же просто наносит дополнительный урон. Помимо вещей с уникальными атрибутами, есть также вещи, которые имеют в себе интересные свойства. Первая такая вещица — это длань бесконечности. Двуручная дробящая на интеллект, которая увеличивает скорость передвижения на 5%, атаки могут наносить дополнительный урон светлой магии в определенных зонах. Вторая такая вещица — двуручный посох с интеллектом, который является экзекутной кнопкой. КД 3 минуты, попытка добить противника, у которого менее 35%. Если мы дамагаем такую цель, мы откатываем юз этого предмета. В целом-то интересно выглядит, почему бы и нет. Убить какой-то лоу-таргет, или, например, убивая жирного эпохального босса, можно в несколько раз даже нажать этот посох, и таким образом помочь дамагам, будучи хилом. Почему бы и нет. Разные такие вещицы можно использовать по-разному, и в какой-то момент даже крупица урона будет полезна. Поэтому, само собой, желаю удачи вам в получении всех этих предметов. Надеюсь, они проявят себя. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!